Это почему? Потому что люди разбили все их планы. Поэтому единственная сила этого президента, так и любого человека, который находится в этой профессии, это все время спрашивать людей, если ты оторвался от людей, тебе конец, каким бы семипятным в лбу не было. Если у тебя хорошее намерение, они на тебя сидят. Если ты оторвался от людей с плохими намерениями, то люди тебя накажут. Сейчас мы живем в другой эпохе. Вот увидите, что эпоха безответственности, безнаказанности уходит в прошлое. Если сейчас их не накажут, через несколько месяцев накажут, значит, надо сейчас, чтобы люди видели разницу. Это первое. Второе. С какими партиями вы считаете возможным сотрудничать в парламенте, с кем никогда? Мы всегда будем сотрудничать с семью политиками, которые будут работать на людей. Если человек оторвался от людей, то ничего хорошего не будет. Все остальное. Знаете, почему-то я не объединился с этим. Я видел, как составлялись эти списки. Пятый номер этот, сын бизнесмена. Девятый номер там, референт бизнесмена. Двенадцатый номер, короче, сам бизнесмен. И они это называют инвесторами. Партии массово, почти все. Просто мы должны найти и все время, потому что даже если маленькая группа этих пройдет в парламент, вот этих людей, у них сразу будет моральное большинство, интеллектуальное большинство. Потому что, например, с Солоновым спорить об экономике, любому будет трудно. Например, какой-нибудь хамутыник, если будет, который тоже харьковский. Почему-то всех мерзавцев харьков привлекает. Ну, где хамутыник доправлял экономику в украинском парламенте, по-моему, во время трех созывов. Когда хамутыник сядет рядом с Солоновым, кого люди будут подслушать? Его или Ланового? Поэтому всегда надо, когда у тебя есть моральное большинство, когда ты работаешь с людьми, даже 10, 15, 20 человек смогут все поменять. Вот и вся история. Следующий вопрос вы мне прислали. Что может обычный человек сделать для вашей деятельности? Все вы можете сделать. У нас другой силы нет, как не обыть. Пьюристичный грамотянин, это не очень правильный термин, а в правде центр вселенной. Настоящий, обычный человек это и есть все, извините. Вы здесь стоите, уже все сделаете. Вот сейчас современные технологии могут все. Нам не дают большие экраны, мы пойдем через Фейсбук. Будут там боты нападать, пойдем через Ютуб. Будут это, пойдем на Телеграм-канал. Вы знаете, что люди тоже научились. И большие каналы и научились искать информацию. Сегодня утром, то есть, Uber меня взял с Киева, с дома. Он говорит, ну да, у тебя там, мне водитель говорит, у тебя сколько там, 90 квадратных метров в этом доме. И твоя мама строила, да, когда тебя не было в Киеве. Люди все все знают. Где это, и все, правильная информация. В Фейсбуке кто-то написал, передал, запостил, распространилось. Ты можешь сколько угодно оформлять на твои тёщи, все что угодно. Никого это не обманываю. Вот, больше всего билбордов, кроме главы Харьковского паханата Кернеса, больше всего билбордов здесь Кройсмана. Так я хочу спросить. Кройсман в декларации пишет, что он живёт дома у тёщи. Что он бедный, как церковная мышь. Только на пилборде этот человек вытратил минимум 40 миллионов долларов. Откуда эти деньги взялись? Утёщи. Утёщи, естественно, конечно. Как только мы заглянем в карман, если хорошо посмотреть, там есть ещё пальцы Бройсмана. Они все мелкие воришки, но не очень мелкие, когда в таких суммах идёте. Поэтому нам надо эту ситуацию полностью менять. Какие ещё вопросы? Потому что это то, что прислали. Какие ещё вопросы? Вы мажоритарщиками. Вы мажоритарщиками? Да, что вы понимали. С мажоритарщиками у нас было проблем, потому что Министерство юстиции очень во многих регионах Украины отменило нам регистрацию. Это чудо, что вообще партию мы смогли зарегистрировать на центральную улицу. Лесик там идёт сейчас в его округе. И так далее и тому подобное. Вы представляете, как они выглядят? И вы представляете, как он выглядит? И поэтому уже время настало выбирать... Кстати, это Зеленский прекрасный пример. Людей, которые говорят нормальным языком, выглядят как нормальные люди, не напыщенные, как эти. И не смотрят на людей сверху вниз. Реально идут служить этим людям. Я так высказываю. Спасибо. Алексей Андреев, буду краток. Баллотируюсь по 171 округу. Это Немышлянский район города Харькова. Я харьковчанин. Закончил ХИСИ как раз рядом. Альма-матер. Я вас прошу помогать нашей силе, помогать нашей партии по всем районам города, чтобы мы показали этим коррупционерам, чтобы в очередной раз не выбрали от Харькова всяких Довкиных, хамутынников и непонятных людей, которые просто будут позорить нас. Писаренко, правильно. Всякие парашютисты непонятные, почему они сюда приезжают и почему баллотируются нехарьковчане от округов из Харькова. Я вас прошу помогать нам и проголосовать за нашу партию. Спасибо большое. Нету другого выбора, кроме как проголосовать за рух новых ссыл на этих выборах, 21 числа. Ну что, давайте мы посмотрим на все партии и на то, как они говорят о Кернесе. Знаете как? Никак. Кто бы ни приезжал сюда, любые политики, эфиры, рейтинги и так далее, о Кернесе они молчат. Одни молчат, потому что боятся. Вторые молчат, потому что договорились. Или хотят договориться. Тут одно из двух. О Кернесе и о его команде и о том беспределе, который происходит в городе, никто не говорит. Не говорят они на эфирах. Туда приходит Мураев и он сидит спокойно, он рассказывает и все думают, ай, как в Харькове все хорошо. Туда приходят все остальные там, лесики и так далее и то же самое говорят. И вы не увидите в списках ни одной партии людей, которые бы открыто боролись против Кернеса, допустим, в Харькове или против Труханова в Одессе. Потому что эти партии не идут туда что-то менять. Они идут туда, чтобы зайти, сесть на поток и передоговориться. Им очень удобен Геннадий Кернес, потому что он делится. Вот тот вот пример, как поделились с женой Луценко. Те примеры, когда делились с окружением Гройсмана и с теми фирмами, которые работают вот тут вот на реконструкции сада Шевченко и так далее. Это все фирмы, с которыми и все это политики, с которыми Кернес привык делиться и договариваться. И есть только одна политическая сила, которая четко, прямо и с самого начала декларирует свою позицию. И это политическая сила, рух новых сил Михаила Саакашвили. Именно поэтому я призываю вас поддержать эту силу. Я призываю вас рассказать своим друзьям, знакомым, соседям и так далее о нашей позиции и о том, что мы хотим сделать. О том, как мы хотим поменять нашу страну и о том, как мы хотим добиться изменений в нашем городе Харьков. Всем спасибо. Слава Украине. Спасибо, Игорь. Игоря просто повезло, что Дмитрию дважды проламлил череп, по-моему, на него тоже напали, но в последний момент испугались и бежали. Не повезло. И повезло ему, и не повезло этим нападавшим. И, кстати, мы сейчас говорили, тут пытаются вывезти из... рядом с аэропортом живут переселенцы с Донбасса. Естественно, потому что, как всегда, кому-то понадобились помещения, земля. Знаете, в Грузии мы построили практически для всех беженцев. У нас было их 300 тысяч из Абхазии, из, так называемой, Южной Осетии. Или мы дали им трехкомнатные дома отдельные, с маленьким садиком, со всем удобством. Или мы им дали всем трехкомнатные квартиры. Всем, каждому. Это была сделана программа буквально там за 3-4 года. Почему? Потому что мы не дали украсть деньги на европейскую помощь. Такую же европейскую помощь выдали Украине. И она ушла никуда. И реально сейчас этих людей, на которых просто отчихать. Потому что когда нам говорят, как вернуть территорию, когда этих людей просто этим людям намекают, езжайте обратно на Донбасс и живите у себя дома. Я видел, сейчас у Кабмина голодают ветераны, которые оттуда вышли, сражались с оружием в руках. У них нет вообще никакой льгот, у них нет жилья. И им говорят, езжайте обратно. Они не могут поехать обратно, их сразу посадят. И они сейчас сидят у Кабмина Украины. И таких случаев огромное количество. Я сейчас видел Бессарабию украинскую. Просто люди подходят, мы ветераны. Вот мы на улице же. Я 2 года воевал, 3 года воевал, я ордена получал. Я живу на улице. Ну что таким людям скажешь? Ну это реально стыдно. Поэтому, конечно, если что мы можем сделать, этим людям помочь, мы поможем. В любом случае. Спасибо огромное. Так, давайте. Доброе. Доброе. Организованность, злочинность и мафию. Потому что реально в Украине мафия на всех рынях. Это контрабас, это наркотрафик, это реально уличный криминал. Вы не снуй, вы не крышуете полиции. Треба про это принимать закон. Третий закон, это обязательно нам надо сокращать госаппарат, как сказал Владимир Луновой, минимум 2-3 раза. Это очень важно, потому что без этого у нас бюрократия и надо сокращать на 90% всякие разрешения на... Абсолютно ненужные разрешения, то жизнь вообще любого человека, который даже не в бизнесе. Вот я, например, регистрируюсь по своему адресу вторично уже, поскольку у меня забирали гражданство, уже больше месяца. Больше месяца я хожу по военкомату, по сельсовету, беру какие-то справки, по МВС. И представляете, я могу представить, как любое другое граждане еще меня узнают, еще как-то какой-то, мы видим, это мне помогает. Все остальные могут ходить еще 5 раз дольше. Зачем это все? Кто это выдумал? Нормально ситуация, вообще эта регистрация не нужна. Если она нужна, она делается автоматически за 3 минуты на онлайн. Зачем надо ходить в военкомат? Меня молотком били по коленям, там заглядывали в железки. Реально, я там провел 3 часа на медкомиссии. Ну понятно, что мне это стит. Один раз меня призывали в том военкомате, когда-то в Киеве, второй раз, еще раз. И 30 года спустя я прошел ту же комиссию. Хорошо себя чувствовать опять молодым. Но это глупо. Это абсолютно глупо. Сейчас мы говорили, что у человека маленькая гостиница. Он говорит, каждый дозвол. Это недели, месяцы хождения по абсолютно глупым инициациям. А если хочешь так, то, конечно, это можно дать на лапу и все прочее. То есть бардак создается специально, чтобы они зарабатывали деньги. Поэтому скорочивание госаппарата, это абсолютно обязательно скорочивание этих всех дозволей. Касуани. Это абсолютно обязательно. Сокращение налогов, минимум налогового времени, минимум два раза. А чтобы понимали, в Грузии мы сократили налоги на 65%. И бюджет Грузии первый же год после сокращения налогов вырос в три раза. А почему? Потому что все стали платить. Стала... Экономика стала белой. Освобождение молодежи, что Польша сейчас делает. До 26 лет от подоходов налога, это очень важно. Чтобы молодежь не уезжала. Это здравоохранение. Переход здравоохранения полностью на страховое основание, гарантированное государством. Не через бюрократию. Сегодня что мне говорят? Сегодня говорят. Правильные шаги какие-то правильно объявили супругу. Например, что деньги следуют за пациентом. Но она не добавила одного. За пациентом как они следуют? Через бюрократию. Они следуют за пациентом через министерство, через обздрав, через главврача. То есть через карман бюрократии. Когда деньги следуют через карман, для людей опять ничего не заходит. А мы как с Грузией делаем? В Грузии построено 200 новых больниц. Кто бы там был, может свидетельствовать. Есть тут и мои самодельские. Но государство гарантирует все страховкой. То есть деньги прямо были... В больнице это ответственность частного сектора. Вообще это нас не волнует. Там они платят врачам такие зарплаты, что врач никогда голову не придет, что добрать налево. Потому что его сразу уволят. Но зато государство гарантирует, что у людей это все бесплатно. Через страховку. То есть все деньги мы забрали в бюрократии и отдаем людям. То же самое университеты. Мы говорим, все университеты равны. Частные, государственные, все. Более того, если хочет студент забрать свой ваучер, например, поехать в Польшу, пожалуйста. Мы выделяем, например, у каждого студента, например, сейчас 2500 долларов, допустим, скажем, на обучение в год. Но это мы даем ни ректорату, ни там, как бы, министерству высшей осветочки. Мы это даем студенту в ютил ваучер. И мы говорим, у тебя есть результаты ЗНО. Если они хороши, ты можешь у тебя столько добавлять. Если они меньше, у тебя меньше баллов. Вот ты можешь пойти в Харьковскую юридическую академию и учиться там бесплатно. А ты можешь поехать в Бурвавроцлав и учиться там за те же деньги. И пусть тогда Харьковская академия конкурирует так, что будет качество такое, что человеку не захочется туда и уезжать. Пусть они нанимут лучших преподавателей, пусть там не будет взяток, пусть там не будет непотизма, пусть там не будет всего остального. И тогда человек останется учиться здесь. Конечно. Потому что это его деньги. Это деньги налогоплательщика, это не деньги вектора, это не деньги министерства. Вот таким образом система выскладывается так, что мы полностью бюрократию убираем между бюджетом и людьми. Все так. То же самое касается городского управления. Феодализм в Украине должен закончиться. И он закончится. Поэтому, когда вы говорили об основном, платят податки. И они платят больше податки в нишу, в звичайный бизнес. Это тоже важно. Зараз платят только в звичайном бизнесе. Олигархи должны платить больше. Это первое. И другие. Когда у государства будет больше денег, они должны финансировать эти медиа. Иначе что будет? Иначе, если просто вы дебраты плей, журналист сам до них прибежит и скажет, он скажет, давите нас, пожалуйста. Дайте нам инструкции, просто кормите нас. Они же зависят от их денег. Поэтому мы не только забираем у них медиа. Они должны быть профинансированы на каком-то уровне, конечно. Чтобы они не продавались. Иначе нам будет чистить мозги через другие источники. Это раз. И второе. Запретить участие олигархов в парламенте украинской политики. Просто срезать. Просто Грузии мы запретили воров в законе. Грузии воры в законе были главной проблемой. В Украине настоящие воры в законе это олигархи. Потому что они сидят где-то там. И они оттуда решают. Эта партия будет выступать, а эта нет. Эта пройдет, а эта нет. Этот может баллотироваться, этот не пройдет никуда. И тогда уже выборы наши ограничиваются, знаете. Поэтому если этого не сделать, ничего хорошего не будет. Вот такая ситуация будет, пожалуйста. А что Вы хотите сказать с приводу того, что секретарь и личные предприятия, установки должны быть повернуты так и государство? Я так скажу так. Я скажу так. Перше. Они все брали инвестиционные обязательства, когда они их приватизировали. Жодное из этих обязательств не выполнено. Это означает, что мы должны не просто с ними диалог вести. Мы должны им сказать, хлопцы, Вы можете за это платить. Вы можете, как минимум, повернуть, если не можно повернуть предприятия, если они их разобрали, или украли, или порезали на металлолом. Но есть конституционно гарантийное право каждого украинского гражданина на эту приватизацию. Они должны тогда каждому гражданину вернуть эти деньги. Вот украли. У них лежат эти деньги. Берем эти деньги и каждому человеку это... Я вам скажу, я это делаю. Я не фантазии расскажу. Когда я стал президентом, у президента Шевернадзе, он приватизировал в свое время много вещей, было самое большое предприятие, то есть самое большое мобильное и телефонное связи компания. Его зятя арестовали, он провел компанию, и он выплатил за должное всем пенсионам в Грузии за 6 месяцев предыдущих. Со своего кармана. Потому что эти деньги были, которые они у них забрали. То есть претенденты это и есть. И никто ничего не мог сказать. Глава железной дороги выплатил столько денег, чтобы мы купили новые составы в Украине, кстати. Глава автодорог выплатил столько денег, чтобы мы построили новый автобан с центра к столице до аэропорта. То есть мы реально заставили их принести обратно деньги. Кто уехал эти деньги сейчас? Олигархи. Как это забрать? Через инвестиционные обязательства. Выбрали обязательства, выполнили. Люди остались без денег? Остались. Что делать? У вас есть деньги? Есть. Все, берем эти деньги и отдаем. И тут это не робин-гутство какое-то. Это я делал в Грузии, я знаю, как это делать. На это нужна политическая воля. На это не нужна, это не высшая математика. Это... А? А РТАП плюс, ну, вернете деньги? Реально, тарифы в Украине должны понижаться. Они понижались, и как бы они ни назывались, вы знаете, что Харькова самая низкая зарплата средняя из одних из самых высоких тарифов. А почему? Совсем недавно был скандал, когда... Этот Жуков, или как его фамилия, который приехал из Германии, что привезли. Ну, в общем. Один из жуликов приехал и рассказал, связанная с Овлэнерго... Кручков. Да, Кручков. Как он выплачивал начальство тут Харькова, каждый месяц по несколько миллионов гривен. Ваших денег. С Овлэнерго. Ваших денег. С Овлэнерго. С ваших тарифов. Все очень просто. Тариф заложен коррупционной составляющей. Это никак не я выдумал. Они сами расскажут. Сейчас время такое, что как только будет политическое... Как только прокурором будет не какой-то нанильщик, а нормальный человек, они сами встанут в очередь и расскажут все подряд друг о друге. Просто сейчас надо это делать. Если сейчас это не сделать, они реально потом через несколько месяцев вернутся... Я это был в Одессе. Полтора года мы не разрешали в Одесские таможни брать взятки. Эти бедные таможники исхудали, стали плохо выглядеть, стали нервными, тёрганными. Как только мы уехали, накинулись таким остервенением на перевозчиков. Сейчас они опять такие растолстели. Такие вообще, посмотришь на них, ну, как говорят, я с ними не встречаюсь, но реально. Нет, если систему не менять, просто административным методом, ему вам не дают, а мы вам не даем, чуть-чуть не дадим, а потом самбо или эти новые люди купят, или их просто уберут. Потому что система никуда не ушла. Система сопротивляет. Извините, сегодня энная попытка была снять нас выборы с помощью партии Пенсионер Украины. Вы что, верите, что у Пенсионер Украины больше заботы нет, чем снимать Саакашию с выбором? Но есть партия Пенсионеров, которые они там деньги отсёгивают, и они этим занимаются. Вот вся история. У нас такие пенсионеры.